Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Валентина задала высокую планку Дима Торзок Все, кто приглашен, получат уведомление на имейл Валентина, ты должна быть обязательна Хорошо, Олег Петрович А я? А ты зайди ко мне Немедленно Ну, дядя, подожди Почему? За что? За что я тебя освободил от руководства отделом? А сама не понимаешь? Нет, я не понимаю Я всегда старалась И прилагала все усилия Прилагала усилия для чего? Чтобы красть чужие проекты? Хватит делать из меня идиота! Я сегодня окончательно убедился, что я этот И все предыдущие проекты делала, Валентина Ну, а... Хватит, Ригина, хватит врать Если бы ты не была моей племянницей Я бы тебя тут же бы уволил Но я тебя оставлю Пока С испытательным сроком И кто теперь будет руководить? Валентина С завтрашнего дня она официально вступает В должность начальника проектного отдела Да ладно Да ладно Дядя поставил Голубеву на мое место Да уж, ее карьера резко пошла в гору Что? Какая карьера? Ты же сам говорил, что подставишь ее Тише ты! Да, я так сказал, что так сделаю Но только в том случае, если директор что-то заподозрит Но если мы выиграем тендер, он ничего не заподозрит Вот именно, детка, если... Если... Ну ничего, Голубева Мы еще посмотрим Кто кого Привет! Привет. Привет. Прости, что без приглашения? Ты проходи. Ну что, какие новости? Завтра мне официально назначат начальником отдела. Да ты что? Слушай, я поздравляю тебя. Спасибо. Молодец. Как там Стас? Все хорошо? Ну иначе и быть не могло. Ух ты. Хорошая новость? Да, хорошая. Из банка. Деньги поступили на счет. Всю сумму от продажи своего бизнеса я перечислил на счет клиники Успенского. Так что, Борис начнет строительство центра в самое ближайшее время. Какого центра? Онкологического. Ну это мой минимальный вклад для тех, кого еще можно спасти. Может чаю? Да не спасибо. Я ведь на самом деле пришел попрощаться. Наша сделка завершена, поэтому я уже не нужен. А вот это мой подарок тебе. Держи. Витя. Я… Я не могу это принять. Валя, послушай меня. Я хочу, чтоб этот клоун был у тебя, как память обо мне. Хорошо. Ну что? Прощай. Прощай. Береги себя. Обещать не смогу. Вить. Да? Спасибо тебе. За все. Тебе спасибо. Ты знаешь, а я даже счастлив, что встретил тебя. Правда? Я в последнее время думаю, ну… Что было бы, если б я встретил тебя при каких-то других обстоятельствах и… Валя… Я… Привет. Привет. Тебя никто не видел? Все уже разошлись. Ну? Как дела? Как бывший? Ты еще спрашиваешь? А как он еще может быть? Он готовится к смерти. Это ужасно. Это просто ужасно. Я не знаю, как это пережить. Повелся? Есть немножко. Сцена потеряла великую артистку. Ну что, поехали к тебе? Поехали. Устроим наш маленький спектакль. Валентина, автор этого проекта и наш лучший сотрудник. Прошу любить и жаловать. Олег Петрович. Вы уверены в своей победе? На девяносто девять и девять десятых процента? Тогда за это нужно выпить? Когда красивая женщина еще и успешна, это невероятно заводит за себя. Да мы тогда последний срыв подошли. Олег Петрович, могу я забрать Стаса? А то без него совсем скучно. Да. Стас? Куда? Зачем? Регина тебе хочет кое-что сказать. Ну, за удачу. За удачу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Хватит бухать. В чем дело, Регина? Не стой на моем пути, Стас. Это заказчик. Здравствуйте. Ну что, можно открывать шампанское? Олег Петрович, я понимаю, вы ждете положительного решения по вашему проекту. И мне очень жаль вас разочаровывать, но тендер выиграл Демстрой. Не может быть. Вы же мне говорили, что наш проект… Олег Петрович, как оказалось, ваши проекты очень похожи, практически идентичные. Но Дем строится на вопросы дешевле, так что сами понимаете. Надеюсь, без обид. Да, конечно. Всего хорошего. А что значит, практически идентичные? Похоже, у вас в компании есть человек, который работает на конкурентов. А я знаю, кто эта крыса. И кто, по-твоему? Это Голубева. Валентина? Что ты взяла? У нее вдруг появились новые шмотки, элитная косметика. И она специально захотела сделать сама проект, чтобы потом без всяких проблем слить его конкурентам. Где Валентина? Я хочу с ней поговорить. А я ее сейчас позову. Валя, Валентина. Ты почему же здесь одна грустишь? Наслаждаюсь тишиной. Да. 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 Тишина. Давай сбежи. Прямо сейчас. Поедем ко мне. Валя. Остас, я прошу тебя. Валя. Что ты делаешь? Что ты творишь? Да ты же ты. Валя. Ах ты скотина. Старшина. Ты говорил, что ты с ней ради проекта. Угомонись, а? Что сливаешь инфу конкурентам ради нас. Что ты ррешь? Так ты лгал мне? Так вот, кто крыса? Олег Петрович, послушайте меня. Выслушайте, это я. Она же из ревности. Я бы в жизни не посмел бы никогда. Я сама видела его с директором Демстроя. Как он передавал флешку с проектом. Говоришь, сама видела? А я-то думал, почему вдруг от нас стали уходить заказчики? Господи, да это не я. Дядя Олег, это оба. А мы затнулись оба. Ты думаешь, что я тебя просто уволю и все? Нет, не думаю. Ну уж нет. Я тебе такое портфолио обеспечу, что тебя не возьмет даже самая захудалая компания. У тебя теперь волчий билет. Понял? Олег Петрович. Все, пошел вон. Дядя Олег. Убирайся с моих глаз. Ты уволена. Я почему? Это все Стас. Да ты хуже него. Ты все знала и ничего не сказала? Родная племянница. Да. Правильно говорят. Пригрел на груди гадюку. Прости меня. Так, все, убирайся. А твоей матери я все подробно объясню. Так что получишь по полной. Пошла вон. Пошла вон. Гуляем. 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 А я думал, что я разбираюсь в людях. Алистин. Приглаем. Алистин. 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 Непонятая кровати. Все. Алло. Алло. Вить. Да. Это Валя. Да, Валя, я слушаю. Я… Я под твоим домом. Серьезно? Угу. Ты… Ты не мог бы… спуститься? Да, хорошо, сейчас. Я… 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 Я понимаю, что вы с женой… Нет, ты не подумай. Я… Я ни на что не претендую. Просто я хочу, чтоб ты знал… Знал что? Я люблю тебя. Это всё. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Что? Только не говори сразу «нет». Чисто женский подход. Хорошо, я постараюсь. Давай ты сделаешь повторное обследование. – Нет смысла. – Есть. Есть смысл. Вдруг у тебя положительная динамика? Такого не бывает. А я верю, что бывает. Я верю. Я тебя ни за что не отпущу. Это не в твоих силах. А мне кажется, что я могу всё. Да? О! Валя. Мы должны расстаться. Что? Я говорю, мы должны расстаться. Понимаешь, я… я позволил себе полюбить тебя. Я… я совершил ошибку. Не говори так. Послушай, я умираю. Я… я просто не хочу, чтобы ты страдала. Давай я сама решу. Что мне делать? А я уже решил. Ты отказываешься от меня. Да. Так будет лучше для тебя. Валя, ты должна понять. Я уже все поняла, Вить. Ну, когда мы получим, наконец, наши денежки? Сегодня. Главное, я убедил его, что он умирает. Я, я, я. Мужчины. Как же вы любите переписывать все заслуги себе. Да. Очень люблю. Но это же здорово, что я подменял результаты его обследования на анализы незлечимого больного пациента и убедил перевести денежки на наш счет, якобы на строительство медцентра. А кто тебя надоумил? Кто разработал весь план и следил, чтобы нам ничего не помешало, как-то девица, например? Ты. Только ты, моя дорогая. Не ценил тебя, Витька. Не ценил. Прости. О! Лёгок на помине. Это он? Да. Алло. Боря, привет. Да, привет. Ты на работе? Нет, еще не на работе. А через час там будешь? Да, буду. Я тогда подъеду? Да, приезжай, приезжай. До встречи. Что ему нужно? Хочется, заехать на работу. Зачем? Не знаю. Слушай, у меня какие-то дурные предчувствия. Не переживай, все будет нормально. Поздравляем! 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 Поздравляем нашего нового начальника отдела! Спасибо! Ура! Ура! Бар, поздравляю тебя! Я так рада за тебя! Действительно, лучше начальницы и не придумаешь! Неужели о Регине ты пела то же самое? Да на самом деле, она мне никогда не нравилась! Она же стерва! Ну, прошу! Спасибо! Хватит подлизываться, лицемерка! Валя, а ты чего такая кислая? Тебе ведь радоваться можно, а не грустить! Я ей радуюсь! Ну и куда ты? Теперь твое место там! Нет, спасибо! Я потом пересяду! Валя, ты чего платишь? Да так! От радости! Валя, ты чего платишь? Хочешь пройти повторное обследование? Да! Борь, послушай, если ты занят или тебе некогда, да не вопрос! Я могу пройти обследование в другой клинике! Не-не-не-не! Ты чего? Ты чего ведь так и говоришь? Просто неожиданно надо все обдумать! Пройдем здесь и, я думаю, прямо сейчас начнем! Пойдем! Ну что, помогала бабушке? Помогала! Мы с ней сажали гадеолосы! Не гаде, а гладеолосы! Ой, как же я по тебе соскучилась! Я тоже и по тебе, и по папе! А папа уже вернулся из командировки? Нет, доченька, и не скоро вернется! Папочка! Дочь, иди, моя хорошая! Что ты здесь делаешь? Учти, я с тобой разговаривать не собираюсь! Мы уже с тобой все обсудили! Дочка, а хочешь мы прямо сейчас поедем в путешествие? Хочу, папа, хочу! Поехали! Что ты делаешь? Мы с тобой никуда не поедем, слышишь? Поедем и все вместе поедем! Что ты делаешь? Делаю! Погоди! Иди от меня! Люба, выходи из машины! Я выйду! Люба! Люба, двуси руль! Пожалуйста! Вот, аккуратненько садимся! Осторожно выходить нельзя, машина на ходу крайне опасна! Что ты делаешь? Выпусти нас немедленно! Остановись! Не-а! До завтра! До завтра! Прости меня! Это я уже слышала! Валь, я прошу, прости меня! Ну, прости меня за те слова, которые я утром сказал! Я был не прав! Я сделал повторное обследование, как ты и хотела! Почему ты передумала? Потому что я люблю тебя! Потому что я люблю тебя! И если есть хоть какой-нибудь шанс, надо его использовать! Держи! Держи! Я в шоке! Да! Вот это мужчина! Держи! Держи! Тачка какая! Наверное, олигарх какой-то! Да! Повезло Вале! Ну, не повезло! А она это заслужила! Это точно! Что ты делаешь? Останови машину сейчас же! Это же похищение! Куда ты нас везешь? В аэропорт! Зачем? Мы летим в Грецию на остров Корфу! Что? Какую Грецию? Ты бредишь? Я купил путевки, собрал все документы, загранпаспорта, взял все вещи! Если что-то забыл, там все купили! С ума сошел! Я с тобой никуда не поеду! А я поеду! Оля, ну ты же так мечтала поехать к морю! Я с тобой уже ни о чем не мечтаю! А как это тебя с работы отпустили? Ты же у нас такой незаменимый сотрудник! А я оттуда уволился, получил расчет! А дальше что? Вновую думу и все получится! Я не об этом! Думаешь, я прощу тебя и все забуду? Оля, я тебя прошу! Дай мне шанс все исправить! Только один шанс! А на этом конфу слоны водятся? Так когда будут готовы результаты обследования? Борис сказал сегодня вечером! Он позвонит! Борис… Ну, Борис Успенский, мой лечащий врач и друг! У него самая лучшая клиника в городе! И, кстати, это он будет строить медицинские центры на мое пожертвование! Тебе не хорошо? Да нет! Волнуешься? Слушай, мне так страшно! Ну, я уже свык со смыслом, что я умру, а то я так хочу жить! Ты будешь жить! Ладно, пусть будет так, как будет! Ну, а пока у меня для тебя сюрприз! Какой? Это дубликат ключа от моей квартиры! Теперь это и твой дом! Согласна! Воря! Почему такая срочность? И почему мы здесь? Нас не должны видеть вместе! Да, правильно, правильно! Не должны! Просто обстоятельства изменились! Что случилось? Просто, чтоб ты знала! Виктор сделал повторное обследование! Здравствуйте! Здравствуйте! Мне нужен профессор Успенский! Вы записаны? Нет, но он мне нужен по неотложному делу! Ну, тогда подождите! У него сейчас консультация с пациентом! Минут десять-пятнадцать буквально! Спасибо! Зачем Витя сделала повторное обследование? Нет! Кричит! Все! Ну, что ты заподозрил? Ида, я тебя прошу, успокойся! Ничего не заподозрил! Это просто информация, чтоб ты знала! Понимаешь? Если ты ему что-то заподозрил, он пошел бы в другую контору! А он пошел ко мне! Ну, да-да! Ты прав! Тем более, я уже забрал результаты обследования! Поэтому вообще волноваться не о чем! Ну, он перевел уже деньги на счет! Ты проверял? Да давно на счету деньги проверял, конечно! Но все равно он начал сомневаться! И он может изменить свое решение! Мы уже этого не допустим? У нас нет другого выхода! И нужно действовать немедленно! А ко мне? Я к Успенскому! Я к Успенскому! Что вы хотели? Девушка, какой у вас вопрос? Дело в том, что я из строительной компании! Наношу визиты потенциальным клиентам! Если вдруг вы захотите расширить ваш медцентр, то мы с радостью предоставим вам архитектурный проект! Вот моя визитка! Девушка, миленькая! Ну, я же не про раба, а врач! Ничего строить я пока не собираюсь! Извините! Борис Анатольевич! Да! Медикаменты привезли! Пойдемте! 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 Витя, 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 привет. Уже готова? Не-не-не, еще не готовы результаты, не-не. Слушай, хочу к тебе заехать, кое-что обсудить, на чашку кофе. Угостишь? Заезжай, конечно. Давай, до встречи. Пока. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Помнишь? Бог ты мой, это ж та самая знаменитая рыбалка. Хорошо фото успели сделать. Помнишь, она сиганула меня тогда из рук, я за ней. Но не поймал, зато поплавал. Мы тогда с тобой поспорили, кто поймает самую большую рыбу. Ты проспорил. Нет, я, я самую большую рыбу поймал. Правда, она уплыла. Вот. А на что спорили-то? На бутылку у вискаря. Ты, кстати, мой должник. Я? А вот и нет. Та-дам! Ну, прекрасно. Ну что, по пятьдесят? Да. Лед есть? Сейчас принесу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА О! Что, сколько тебе? Парочка. Ага. Ну что? Ну, не будем особо ничего выдумывать. За нас ведь. Давай. Борь, спасибо тебе. Спасибо, что приехал. Давненько мы вот так вот с тобой не собирались. Я очень рад, что у меня есть такой замечательный друг. Витя, о чем ты говоришь? Друзей много не бывает. Я тоже рад, что ты есть в моей жизни. Давай, давай. За нас. Слушай. Ой. Слушай, крепкий какой, а? Т, что это так? Тс-с-с. 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 Тс-с. Тс. Тс-с. Тс-с. Борь, что ты... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все чисто. Через два часа будет результат. А завтра я его навещу. Ну, я же забочусь о своих пациентах. Он не откроет дверь, я вызову полицию, они найдут тело и предсмертную записку. Все логично. Неизлечимо больной решил уйти из жизни. А я, как лечащий врач, все подтвержу. А если в полиции станут копаться? А вдруг они захотят проверить снимки? Не переживай. Снимки подлинные. Реально больного человека. Я просто поменял имя и фамилию. Не знаю, Боря. Мне страшно. А если они нас заподозрят? Да не заподозрят, Лид. Не заподозрят. Все будет хорошо, Лид. Все нормально. У нас нет завещания, у нас нет мотива. Все чистое. Надо только выждать. Перевести деньги в швейцарский банк и потом спокойно улететь в Женеву. Все безупречно. Безупречно? Да. Эти деньги по праву твои. Сейчас все будет по-другому. И никто и ничто не помешает нам быть счастливыми. Это же самое главное. Ладно. Поехали отсюда. Витя. Витя. Господи. Витя. Витя. Очнись. Витя. Витя, ты меня слышишь? Витя. И смей, слышишь? И смей. Скорая? Витя, ты меня слышишь? Витя. Витя. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вы к Виктору? Да. А он в больнице. Как в больнице? А его вчера на скорую увезли. Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Внимание! Объект зашел в здание банка. Добрый день. Я бы хотел перевести деньги со своего счета на дорогу. Ваш паспорт, пожалуйста. Пожалуйста. У вас доступ к счету по доверенности? Да. Я совладелец счета. Основной владелец Кирилла Лидия Васильевна, а я совладелец. Этот счет закрыт. В смысле? А деньги? Основной владелец счета перевел всю сумму в зарубежный банк. А почему я и ничего не знаю? Основной владелец счета имеет право распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. Вы можете с ней связаться и уточнить. Спасибо. Ну, давай, давай, давай. Бери трубку. Черт. И чей же? Успенский Борис Анатольевич? Да, в чем дело? Пройдемте с нами. Я не понимаю. Объясните, в чем дело? Вы подозреваетесь в покушении на убийство? Господи. Господи, как же так? Я же все для нее. Вашу сообщницу мы уже ищем. Если вы знаете, где она, советую нам все рассказать. Да. Ну, да, я вам все расскажу. Киреева Лидия Васильевна? Давай займем. Проходите. Только недолго. Витя. Все в порядке. Я так боялась, что тебя не успеют спасти. Лучше не успели. Все равно умирать. Витя, у тебя нет опухоли. И никогда не было. Что значит, никогда не было? Я показала твои снимки другому врачу. Оказалось, что у тебя всего лишь небольшие гематомы. Да, симптомы похожи на рак, но это неспертельно. Подожди, Борис. Говорю, что я… Борис и Лидия тебя врали. Они хотели тебя убить. Ради твоих денег. Я слышала их. Разговор. То есть, Борис, Лида… Как они могли? Это… Так они… Витя, они уже арестованы. Я… Я дала показания. Я же не могу в это поверить. Витя, это все в прошлом. Слышишь? Я только что разговаривала с врачом. Уже назначена операция по удалению гематомы. И он уверен, что она пройдет успешно. Надеюсь. Ты сейчас должен думать только о хорошем. Да? Угу. Может, я… Могу что-то для тебя сделать. Ой, ну что ж так долго-то, а? Анна Сергеевна, не волнуйтесь. Нам всегда долго. Уверена, что с Валей все в порядке. Ой… А тебе беременность к лицу. Ты такая красивая стала. Вон, светишься вся. У нас с мужем словно второе дыхание открылось. Ждем, не дождемся нашего мальчика. Мама, а я еще сестричку хочу. Ой, Валя… Сетя Валя! Ну что, Валя, кто? Ну как там? Валя… Ну… Валя… Ой… Ого… Мамочки… Ай, ничего себе! Ну ты подругу даешь. Поздравляю. Спасибо. Ну… Всем привет! Ну чего, да давай рассказывай, кто мальчик, девочка? Сначала ты скажи, как все прошло. Да мне-то чего рассказывать? Ну… Ну все без ума твоего проекта, ее документы все подписал. И скоро начинаем строительство онкологического центра. Ну… Слушай, ну скажи, кто? Врач пока не сказал. Мальчики или девочки? Валька… 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 Три… Я самый счастливый человек на свете. Мы подарили жизнь… друг другу. Субтитры подогнал «Симон»